Всем привет! В эфире Маша и Гоша. Мы тут ночью чистили наш террариум домашний и решили, что надо про него снять вменяемый ролик про его житьё-бытьё и рассказать о нём поподробнее. Ну что, давай. Давай я стекло сниму? Давай. Ему уже полтора, по-моему, или два года. Да, где-то так. И запускали мы его тоже, кстати, в ноябре. Значит, два уже года. Да. Вот здесь сейчас обитает один Лиукомилос и два каких-то гикона, названия которых мы не помним. Да. Они здесь сейчас живут, очень толстенькие. Видим мы их только по ночам и то редко. Да. Реечка обычно живёт вот здесь. Сейчас выпрыгнет. Не, он видимо испугался. Обычно он сидит тут. Это стакан с мухой. Мы сюда ставим примерно раз в месяц и уменяем, если не забываем. Да, он для того, чтобы кормился наш толстенький мальчик. Также здесь живут мокрицы, которые, в общем-то, не совсем предназначены для обитания во влажных условиях. Он сидит. По идее, мокрицы должны сидеть где-то внизу, вот, под коряжками, в листве. Вот. Но эти мокрицы любят по суше, поэтому они оккупировали здесь стенки и сидят в основном наверху флорариума. Им особо не мешает, что тут мокро. Живут, плодятся. Ну, из интересного у нас здесь микс маргравий. Это маргравий мелан, совершающий побег. Ну, там я с ними, она какого цвета стала. Это маргравия убилата и хорошо присосалась. Да, вот здесь маргравия мелан, это все она. Вот. Здесь у нас стилансий. Нет, дожди, стилансий. Вот, маргравия пикта еще. Они не могут его поднести. Это вот так вот. Да, давай, сменеемся. Ой. Это пикта. Вон там где-то, где-то была в синтеннисе. О, вон она. Я недавно обрезал, поэтому особо не видно свежих листьев. Что-то еще. Это маргравия убилата. Тоже недавно ее сильно порезал, поэтому пока ее маловато. Рафидифора картался. Вот, она покрыла тут всю стенку. Причем, эта стенка чистая пена, ничем не покрытая. Вот, видите, растения отлично к ней прирастают. Вон тут даже какой-то фисиденс растет. Рафидифора криптанта. Ей здесь у нас не очень везет, потому что при всяких стрижках мы все время отрезаем макушку. Вот, она от этого очень долго страдает. пускает новый побег. Вот, например. Который, скорее всего, мы тоже при очередной стрижке случайно срежем. Да не газонокосилка стоишь просто. Вот. Что? Еще тут четыре вида орхидей. Название могу выговорить, наверное, только одной. Это вот это орнитофора радиканс. Остальные... Остальные можно прочитать, но это с трудом. Вот, орхидейка, она, кстати, зацветает. Да, она регулярно у нас здесь цветет. Цветет постоянно. Называется она... Ну, сама читай. А можно я просто покажу? Вот это вот страшное слово. Верхнее которое. Это вот название этой орхидеи. Вот эту вот орхидейку брали у Владимира Маркина, но посадили на самый ядреный свет. Ей тут хорошо, она прямо отличный краб дала, пока еще не цвела. Покупали ее на прошлом орхидеуме. Это доритис Пульчерима. Вот, что-то типа башмака какого-то, пифитного. И... Анцидиум вриегатум. Брали тоже у Маркина. Вот, правда, в интернете я не нашел ничего похожего с таким названием. Не знаю, возможно, какая-то ошибка. Тоже еще по конец вел у нас. Да. Ну что ж, теперь мы наконец-то к телансиям перейдем вот эту вот бульбозину. Она вообще-то не чистая, это какая-то гибридная. Мы сажали вот такой конопуськой. И она вот здесь вот за это время хорошо так выросла. Себя очень неплохо чувствует. Вот. Значит, вот это у нас лавилацея. Она здесь очень мелкая, потому что здесь очень хороший в нее свет. Она здесь цвела. Она дала семена. И они, как видите, проросли. Вот если поближе у нас сейчас сможет показать. Вот эти вот зелененькие штучки, это проростки. Боюсь, что не будет видно. Не знаю, смогут ли они дальше выжить, но пока еще живые. Еще из интересного, вот в этом же районе, это какой-то тропический кукушкин лен. Да, он вырос сам. Политрихиум. Вот, вырос сам, и он отлично здесь прямо растет. Не очень быстро, но прямо был совсем чуть-чуть. Маленький-маленький кустик. Сейчас он распространился. Еще у нас здесь дичайшая сукцессия между папоротниками. Здесь изначально сидела воцинефолия, микрограмма воцинефолия и микрограмма гитерофила. И ушла глоксом плитатум и давали репенс, по-моему, она, да. Теперь тут осталось, в общем, давали репенс и немножко микрограмма гитерофила. Вот она на заднем плане. Воцинефолия, если есть там один несчастный стебель. Нет, есть она вон там сзади, за коряшкой. Она совсем такая грустная. В общем, короче, давали репенс, здесь захватил мир. Вот, что еще здесь такого прикольного? Ой. Да, это, кстати, тоже орхидейка. Это какой-то бульбофилум. Мы не знаем, какой он ни разу не цвел. Подозревают, что без перепада температуры он этого и не сделает никогда. Здесь также у нас живут диваншировские нейрегелии. Которые стали абсолютно зелеными, потому что они присосались корнями к субстрату, вот, и постоянно жрут оттуда азот. Никак не хотят краснеть. Да, конкретно вот это, это Петит Пизант. Она должна быть ярко-ярко-красная. Но, с другой стороны, зато вот эти окрасились. Это Ридзи Тайгер и Бамблби. Они нормально выглядят. Ну и там, наверху, это Липотиана, ребят, которая очень много света. Она прям желтая. Вот, а что внизу у нас происходит? Ну, Цисус Гошин любимый, как же без Цисуса? Без него нельзя. А внизу у нас царство Санерилы. Санерилы я периодически режу совсем под корень, то есть не оставляю вообще ни одного листа. Ну, пеньки оставляю там на сантиметр, наверное, размером. После этого Санерилы обижается, месяц сидит и ничего не делает. После этого резко за неделю или за две отращивает вот такую вот новую крону. Так что вам повезло, вы её видите в пике. На самом деле ещё в прошлом стрижку у нас здесь сидела куча пиофитумов, но мы их извели. Я думаю, что они скоро снова появятся, взойдут. Но пока не видно. Давай общий план. По оборудованию давай ещё покажем. Давай. Давай-ка я возьму. Давай. Оборудование расположено всё сверху. Эта штука вся будет внутри шкафа. Как здесь? Да, здесь будет навесной шкаф и это всё уйдёт туда. Ну, кроме вот этого светильника, он оказался излишним, мы его просто уберём. Значит, давайте по свету. Вот тут стоит три квантум-борда разных мощностей, но с одинаковыми диодами и одинаковым спектром. Это 5000 Кельвина и красные диодики 660 нанометров. Большой квантум-борд диммируется, он сейчас работает не на полную катушку, иначе сонарила начинает сворачивать листья. Так, что у нас тут? Это таймер на свет, это таймер на вентилятор. Вентилятор-улитка. Сейчас я его покажу. Вот он. Он включается после каждого опрыскивания и в течение 15 минут высасывает оттуда влажный воздух. Поэтому стенки абсолютно не потеют. Когда его не было, стенки потели после опрыскивания надолго. Есть второй вентилятор. Он работает постоянно. Запитан он от 6 вольт, чтобы помедленнее крутился и не шумел. Он обдувает всю поверхность крышки. И вот эти вот вентиляционные отверстия. Это секундный таймер на опрыскивание. Как видите, никакого насоса здесь нет. Опрыскивание идет напрямую от осмоса. У нас сюда с кухни протянут шланг. Вон там вот синенький, видите, электромагнитный клапан. Именно он открывается при помощи таймера и происходит опрыскивание. Давление гораздо меньше, чем от насоса, поэтому длительность опрыскивания побольше. Также есть при помощи вот такого краника возможность включить опрыскивание вручную. Иногда мы здесь устраиваем дождевание на несколько часов. Включаем вручное опрыскивание и пару часов в этот флорариум выливается около 20 литров осмоса. Сейчас я выключу. Снизу у нас просверлено дно. Здесь стоит фитинг. И шланг уходит в соседнюю комнату, в сборный резервуар для воды. В дальнейшем там будет стоять насос, который будет отправлять эту воду в канализацию. Вот этот маленький кривой светильничек, это ночник, чтобы можно было рассмотреть гекконов. Он не работает, не работает он. Работает, но плохо. Вот такая вот штука. Давай, держи. Держи. Ну что ж, надеемся, вам понравился наш флорариум. И вы не против еще раз про него посмотреть, так как это второй ролик, посвященный ему. Ну что ж, наверное, мы пойдем спать. И вам тоже желаем либо хороших снов, либо хорошего рабочего дня. Всем пока.